МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное решение по мере пресечения в суде вынесли постановление экс-министру спорта Павлу Ляху. На уровне региона в Прикаме разработают акт об организации контроля за сценическими конструкциями. Торговая стратегия группа компании Синергия приостановит открытие новых точек в первом полугодии. Самые актуальные новости к этому часу НРБК. В студии Рустам Агизов. Добрый день. Экс-министр спорта Прикаме проведет под домашним арестом еще два месяца ходатайства следователя ФСБ, расследующих уже два уголомных дела в отношении Павла Ляха, сегодня было рассмотрено в Ленинском районном суде. По словам следователя ФСБ, расследование дела о реконструкции стадиона «Динамо» начатое 8 месяцев назад соединено с новым уголовным делом, возбужденным в конце марта этого года о злоупотреблении должностными полномочиями при проведении в 2014-2016 годах сборов спортивных федераций края на базе отдыха «Раздоле», не включенной во всероссийский реестр объектов спорта. Следствию необходимо время для получения комплексной экспертизы по стадиону, на допрос свидетелей в Минспорте, также базы «Раздоле» и спортивных федераций. Павел Лях своей вины ни по одному из эпизодов не признает. По его словам, за все время не проведена ни одна очная ставка со свидетелями. Сторона защиты в свою очередь представила суду ряд документов, один из которых, по мнению адвокатов, стоит под сомнение возбуждения против Ляха второго уголовного дела. За подписью Министерства спорта Российской Федерации поясняют, что Департамент традиционного развития и управления государственным имуществом, касаясь второго уголовного дела, что здание спортивного зала плавательного бассейна и спортивно-оздравительной базы отдыха «Раздоле» включено во всероссийский реестр объектов спорта. Противовест тому постановлению 29 марта, которое имелось основание для возбуждения уголовного дела в отношении Ляха. Сторона защиты считает, что проводимое следствие неэффективно. К примеру, до сих пор нет результатов комплексной экспертизы стадиона, назначенной в ноябре. Следствием работа поручена МКО «Пермлагоустройство», которое, по словам адвокатов, не является судебно-экспертным учреждением. Сот не усмотрел действия следствия признаков волокита. Павел Лях оставлен под домашним арестом до 3 августа. Эксминистр спорта решение намерен обжаловать. Задержанный помещен под стражу Павел Лях был 4 октября. По первому эпизоду он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании акта приемки работы по реконструкции «Динамо», стоимость которых, по версии следствия, была завышена. В течение двух недель в Прикамье должен быть разработан акт об организации контроля за сценическими конструкциями во время проведения массовых мероприятий. Это поручение главы региона, которое прозвучало сегодня на заседании правительства. Также глава региона отметил, что настаивает на увольнении руководителя Центра по реализации проектов в сфере культуры. В главе Минкульта объявлен выговор за ЧП возле ДТК «Солдатова». Всем пострадавшим в Прикамье будет оказана социальная поддержка. 24 мая во время происшествия при падении конструкции пострадали 8 детей и 2 взрослых. Уголовное дело было возбуждено в тот же день. Ну а 26 мая подозреваемый 30-летний предприниматель Арсений Юдин заключен под стражей на 2 месяца. Предполагается, что под его руководством были выполнены работы по возведению металлической конструкции, не отвечающие требованиям безопасности. В ближайший месяц группа компаний «Синергия», владеющая свинокомплексом «Пермский», приостановит открытие новых точек. Предприятию удалось в мае достичь намеченных на первом полугодии показателей по развитию сети. Сейчас в Прикамье действует 100 магазинов, еще 50 в Омской области. Но о существующих площадках как раз и намерена сосредоточиться группа компаний. Прежде всего увеличить выручку. Сейчас средний ежемесячный рост объема продаж в рознице порядка 10%. В планах на ближайшие два месяца увеличить выручку фирменной розницы на 40%. Но в целом выручка торговой сети составляет 40% в общей структуре. Это максимальный маржинальный уровень, который позволяет развивать как торговый дом, так и свинокомплекс, отмечают в компании. При этом, по словам топ-менеджера «Синергия» Александра Печорского, до конца этого года будет открыто еще 150 магазинов в двух регионах. Рубль в целом стабилен. Сегодня утром на бирже национальная валюта отыграла у доллара 15 копеек. Не оказало давления ни окончания налогового периода, ни даже небольшое снижение котировок нефти на десятой доли процента. Аналитики по-прежнему отмечают, что рубль немного переукреплен. На него на этой неделе могут оказать давление нефтяные цены, которые могут вновь немного уступить позиции после публикации еженедельной статистики по запасам. В США в этот четверг, ближе к полудню, средний ежемесячный курс доллара расчетами завтра понизится уже на 19 копеек до отметки 56.52. Но лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает Банк НЕВА 56.42, по продаже он же 56.72. Лучшее предложение по покупке евро в БКС Банке 62.90, по продаже в Банке НЕВА 63.15. На этом пока все. Оставайтесь на РБК и до встречи через час. Частные детсады. Особенности бизнеса. Смотрите сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова